Егор Шип обманул своих подписчиков. Марьяна Ро поразила всех своей новой прической. Мимимишка рассказал всю правду про дружбу с Данем Илохином. И почему Валя Карнавал уехала из хайпхауса. Всем привет, это канал Окблогер. И сейчас я расскажу самые последние новости о блогерах и трендах. Если тебе понравится ролик, поставь лайк и подпишись на канал с колокольчиком. Мне будет очень приятно. Сегодня много крутых новостей, поэтому запасайся вкусняшками и обязательно досмотри этот ролик до конца. Погнали! Как в своем интервью рассказывал Артур Бабич, он решил немного отойти от образа деревенского парня и попробовать что-нибудь новое. Артур обещал, что изменения все услышат в его новых песнях. И вчера он выложил сниппет нового трека «Мармеладка», который в корне отличается от предыдущих работ. Мармеладка, мне с тобой так сладко, Закручу тебя, как будто сахарную вату. Как вам отрывочек новой песни Артура? Поделитесь мнением в комментариях. Кстати, у Бабича сегодня вышел клип на совместный трек с Бьянкой «Были танцы». Обязательно посмотрите, получилось очень круто. Дина Саева в последнее время пережила много тяжелых событий, от операции по удалению желчного пузыря и до потери своего щеночка Теодора. Она решила сделать небольшую паузу и полететь на пару дней на море. Девушка выбрала местом для отдыха Мальдивы. Многих удивил тот факт, что Дина поехала совершенно одна и проводит время наедине с собой. Она объяснила свой поступок вот так. Просто сейчас завалили вопросами, мол, а почему ты одна полетела? А не скучно ли тебе? Нет, ребят, не скучно. Иногда нужно побыть наедине с собой. И это не одиночество. Вы понимали, меня даже здесь спрашивают, почему я одна сюда прилетела. Для людей это дико, прилететь одной на отдых. Всё, я решила в завтрашней воде начать загорать, а то у меня коленки как у трупа. Также небольшой перерыв устроила себе Валя карнавал и уехала в город Ростов, чтобы встретиться со своей семьёй. Из-за большого количества работы она давно не приезжала в родные края и при первой возможности отправилась к маме. Как призналась Валя, они впервые в жизни всей семьёй дружно гуляли и весело проводили время. Здорово, бандиты, рассказываю вам, что вообще происходит. Я уехала в Ростов. Вчера целый день провелась с семьёй. Мы впервые в жизни, наверное, так ходили всей толпой по магазинам. Выбирали, что-то покупали. Мама сидит, как мышка кушает. Милашка моя. И вот мама уже сейчас едет домой. А я полетаю. Вчера своим неожиданным поступком всех удивила Марьяна Ро. Девушка уже давно завязалась со своей ютуб-карьерой, иногда только выкладывая новые треки. Она активно ведёт свой инстаграм и редко снимает в тикток. Но вот крайний ролик точно поразил всех. В нём Марьяна постепенно начала обрезать свои волосы, пока совсем не побрилась на лосо. Пока непонятно, что именно сподвигло её на этот шаг, так как комментариев она никаких не даёт, и даже в историях инстаграма старается появляться только в парике. А как вам новый образ Марьяны? Идёт ей или не очень? Мимимишка дал большое интервью ютуб-каналу Тиктак. Никита рассказал много подробностей о начале своей карьеры, чем он сейчас занимается и что планирует делать в будущем. Наверняка мало кто знает, что в 14 лет парень жил в Испании в городе Барселона, так как родители решили переехать именно туда. Но после ссора он ушёл из дома, уехав обратно в Москву, и активно начал погружаться в блогинг. Мимимишка рассказал много подробностей о своих взаимоотношениях с Даней Милохином. Ребята до сих пор хорошо общаются, но уже гораздо реже, так как работают в разных хаосах и просто нет времени встретиться. Также Никита рассказал, что больше года назад у него была затяжная депрессия, и именно Даня вытащил его из этого состояния. В моей жизни появился Даня. А, вы после этого уже познакомились? В моей жизни появился Даня, он приехал в Москву, и он говорит, а что ты ничего не снимаешь? Я ему не стал объяснять ситуацию, но он такой, но он сказал, давай снимать вместе. Я подумал, давай попробуем. Мы начали снимать, видосы каждый заходил более чем на 4-5 миллионов просмотров. Я планирую, что надо возвращаться, и вернулся. Но вот полгода это как раз были, вообще ничего за полгода не делал. Понятно. То есть Даня меня вытащил из жопы, можно сказать. В планах на будущее у Никиты покорить музыкальную индустрию, а через три года он хочет закончить с карьерой блогера и стать мировым актером. Я не буду вечен в блогинге. Так. Я сейчас ищу свое место в музыке, но я хочу в дальнейшем основать свою жизнь. Я хочу стать актером. Я никогда не ходил на актерские кружки, никогда этим не занимался, никогда этим не увлекался, но я хочу стать мировым актером. В будущем. В будущем. Как думаете, получится у мимимишки реализовать свои планы или нет? Диана Астер два дня назад, как обычно, поехала в торговый центр, но радость от покупок резко сменилась другой неприятной новостью. Девушка обнаружила, что у нее пропал телефон, и она просто не помнила, где он мог выпасть. Ребята, это полная фиаско, потому что я первый раз в своей жизни потеряла айфон свой. И, короче, вот сейчас истории снимаю, они со своего, с подругиного, и это полный пипец. Я первый раз в жизни потеряла телефон, реально, первый раз, прикиньте. Ну, мне все равно не телефон, я испугалась, что как я зайду в инстаграм, в тикток, а в бирбанк, а как я все восстановлю, а все фоточки. Ребята! Диана не смогла его найти даже по геолокации, но в итоге все обошлось. С ней связался таксист, который нашел телефон на заднем сидении и вернул пропажу. А вы теряли когда-нибудь телефон или вообще никогда не выпускаете его из рук? Напишите в комментарии. Егор Шип недавно анонсировал совместную песню с популярным рэпером Ганвестом. Они буквально за пару дней записали трек и уже два дня назад анонсировали клип, на который якобы потратили 25 миллионов рублей. Он вышел вчера и этот ролик оказался не их работой, а переделанным клипом Моргенштерна и Клавы Коки на песню Пох. Они просто приделали свои лица и наложили новую песню. Также Егор еще до премьеры обещал удалить клип, если на нем не будет 50 тысяч человек онлайн. В итоге за первые 20 минут он собрал всего 36 тысяч просмотров. Но видео все еще находится на его канале. Получается, что Егор просто обманул подписчиков и, как мне рассказали позже, делает так уже не в первый раз. Что думаете насчет всей этой ситуации с клипом? Напишите в комментарии, интересно будет почитать. Софа Купер в своем инстаграме выложила фотки с большим букетом роз и подписала их. Как же приятно получать такие неожиданные сюрпризы. Мальчики, радуйте девочек просто так, без повода, ведь эмоции – это самое главное в жизни. Подписчики сразу начали подозревать в этом подарке Васю из Фэк Тима, так как ребят уже очень долгое время шиперят и постоянно замечают вместе. По счастливой случайности парень именно в этот вечер приехал к девочкам, чтобы помочь со сборкой тумбочки. Значит, приехал муж на час. Никита? Да, Никита. Света? Да. Вась, ты очень красиво смотришься на фоне букетика. Что за цветы? Это София жених подарил. Никита золотой. Недавно ребята из Рим Тима ездили в магазин за украшениями для их дома. Олег в своих историях показал очень необычные способности Дани и Махи, которые от одного своего вида бросают в дрожь. Всё это время жил со мной и не знал, что я умею. Нет, я знал, что ты умеешь два. Покажи. Ты что, больной, а? Фууу. Ой, фонарей. А как? Ты вообще не выглядел? Смотри, смотри, смотри. А вы умеете двигать только одним глазом? Напишите в комменты, обязательно посмотрю, кто может так же. Не забудь заглянуть в мои паблики в инстаграм и вконтакте, там очень много свежих новостей. Ссылочки есть в описании. Спасибо тебе за лайк и подписку, это реально мотивирует делать больше контента. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...